Сегодня почти 35 тысяч подмосковных 11-классников написали итоговое сочинение. Для проведения проверки знаний в школах региона были организованы 305 пунктов. В мытищах итоговое сочинение написали почти полторы тысячи учащихся. Для этого были созданы 12 пунктов проведения сочинения. Один из них на базе школы номер 10. Дети должны быть все в равных условиях. Созданы все комфортные условия, чтобы ребенок пришел, написал сочинение спокойно, размеренно. Они выбирают ту тему, которая им более близка. Их главная задача написать сочинение, чтобы оно было ориентировано именно на художественное произведение. Для того, чтобы меньше было ошибок, мы подготовили каждый вечер, каждому словарь. Ученики пишут сочинения не в своей школе, а, как правило, в соседней. Для этого ребята приходят заранее, как минимум за час, чтобы настроиться, успокоиться и пройти все организационные процедуры. Волнение не такое сильное, потому что уверена в своих силах. Есть нужный литературный материал за плечами, который точно поможет мне в написании итогового сочинения. Словарь, если нужно, выдадут, а с собой только паспорт и черную гелевую ручку. Каждого ученика проверят в соответствии с установленными требованиями безопасности, в частности, металлодетекторами. А сама процедура в течение почти четырех часов будет проходить под пристальным вниманием наблюдателей и камер видеофиксации. Итоговое сочинение – это допуск к единым госэкзаменам, которые пройдут в конце учебного года. Его результаты станут известны 21 декабря. Юлия Федориненко, Константин Вондаренко, Первый Матищинский.